здравствуйте уважаемые подписчики гости канала обувные маньяки и просто любители обуви я сам любитель обуви долго не было роликов у нас и вот все из-за этой абсурдной ситуации с этим корона кризисом вот и вот сейчас наконец мы решили сделать первый ролик и сегодня у нас речь пойдет вот об этой паре вот и коробочка ботиночек фирмы чини это английская старая фирма написано с 1886 года она работает и сегодня модель называется она вот если видно здесь джеру значит это ботиночки высота у них если брать от подошвы до верха берц 15 сантиметров они нечто среднее между такими более-менее высокими берцами и прямо короткими рабочими такими ботинками вот и в целом если вот на них так и посмотреть то это ботинки что-то тоже среднее между рабочими и какими-то такими форменными потому что есть признаки и тех и тех то есть это баланс между скажем так элегантностью и практичностью примерно 50 на 50 в общем что здесь с чего мы начнем наш обзор один отставим пока начнем с того что колодочка довольно таки изящная вообще английская обувь она довольно изящная и вот колодка изящная она пошире чем итальянская но все равно она довольно узкая высота кучка где-то сантиметр наверно полтора-два мы видим здесь 9 пар блочек из такого черные они вороненные мелкие и между блочками расстояние очень коротенькая если видно это где-то 135 то есть 11 и 3 миллиметра примерно шнурки хлопчатобумажные немножко вощеные вот и они немножечко коротковаты то есть вот все что есть соответственно когда все высовываешь туда ногу вот я пробовал то приходится их вытаскивать из из первых отверстий иногда даже из старых вот но из первых и то есть потом перешнуровывать немножко чтобы влезть чтобы нога влезла язычок вот здесь его не видно сейчас я вторую полупору возьму язычок узкий вот и мы видим у него глухой клапан есть но этот клапан довольно таки низко расположен для того чтобы удобно было девать очень широко они раскрываются и в общем-то полнота f средняя наверное то есть я думаю вряд ли вам удастся их одеть с каким-нибудь толстым носком это для обычного вообще-то бумажного маска как у что здесь такого примечательного но как здесь написано в названии chrome xl вот это ботинки из кожи chrome xl ну это американская фирма harwin выпускает эту кожу из чикаго по моему они вот эта кожа обратной стороной то есть она крашеная поверхностно поверхностно и в общем-то это поле то есть полированная кожа то есть фактически это кожа с корректированным лицом с корректированным то есть это не фугрей на корректированное лицо это значит его немножечко подшлифовали вот и после этого нанесли пред грунт грунт краску закрепитель в общем вот обычно вот такие вот несколько слоев накладывается то есть эта кожа недорогая толщина верха я измерял общая где-то 32333 это последний 323 миллиметра 3,2 миллиметра вот из них вверх я думаю миллиметра 2 может 18 вот и достаточно толстая подкладка желтая такая где-то тоже 1 на 2 миллиметра может 1 и 3 миллиметра достаточно толстая вот мы видим про ложечка очень тонкая где-то 2 миллиметра 2 2 с половиной миллиметра про ложка она из кожи и вот и тут тоже кожаный наборный каблучок что еще здесь такого есть стелька отсюда наверное будет не видно но и стирка чепрачная из хорошего чепрака очень растительного дубления где-то около 4 миллиметров достаточно жесткая хорошая вот кармана пяточного как вы видите нету то есть вот этот средний шов по подкладке он тогда не за и опускается это вообще характерно до английской обуви не только для английской что еще такого необычного но с точки зрения рабочей обуви необычно то что здесь загибка но это не рабочие после что здесь загибочка есть то есть вот по всему по верхней части берцев идет загибка вот это считается сложной операцией достаточно и поэтому обычно это удорожает немножко обувь и она используется на трекерсах там от моей видеры загибку она рабочие обуви загибка не используется швы вот если вы посмотрите на швы достаточно близко то это примерно где-то около двух миллиметров шов то есть пять четыре с половиной пять стежков на на один сантиметр вот вы видите вот это вот место например достаточно так подстрочено например я не очень люблю такой тонкий стежок он характерен для обуви повседневно из тонких кож но когда есть по используешь на толстой коже то кожа к некоторым образом немножко просекается и вот там где слишком эти частые стежки особенно вот на закрепках на таких то там как бы очень легко можно просечь эту кожу и она даже может просто из-за этого порваться прочные задник очень прочный очень прочный задник то есть это не гранитоль а какой-нибудь может быть кож картон что-то такое формованы и достаточно прочный хороший под на подносок вот колодочка умеренно заостренная умеренно заостренная и след ее умеренно асимметричный то есть если у кого-то нога склонность есть косолапости то наверное это не очень ему пойдет так же и как для тех у кого широкая нога широкая стопа в общем модель это классическая то есть у нас называется модель с настройками берцами то есть вот эти берцы настрачиваются суда и сходится вот еще одно отличие от рабочей обуви сходится практически притык это вообще характерно для трекерс например для другой английской обуви ну и в целом для обуви которая более форменная более повседневная межели рабочая аккуратно очень носочек такой вот он коротенький вы видите носочек аккуратного вида вот но это аккуратность достигнута за счет того что модельер здесь ну то есть сделал более длинную часть берц более длинный в результате берцы попали на самую зону деформации то есть вот вот там где перегиб стопы будет вот он перегиб и фактически берцы попали на самую зону деформации в то время как в норме они должны быть на миллиметров на десять назад то есть они не должны попадать зону деформации но 90 процентов обуви попадает зона деформации почему потому что для производителя гораздо легче передвинуть этот блок суда потому что так легче снимается с колодки обувь то есть она шире раскрывается соответственно и для ноги это лучше единственно что это влияет это на внешний вид что допустим вот соответствующего размера рабочие обувь вот если вы посмотрите то я думаю будет видно что вот этот вот немножко сзади размер соответствующий что вот это немножко назад смещен то есть под перед линия перегиба здесь вот немножко ниже а здесь она прям идет по по версию ну не знаю видно не видно и как я уже сказал детали здесь загибочка обработаны и вообще в целом модель достаточно лаконичная лаконичная вот этот вот шов вот этот шов это чисто декоративный он ничего ничего не скрепляет ничего не держит просто декоративный задинки нету вместо нее задний наружный ремень мы видим что опять же свойства но это я дальше расскажу значит свойства именно такой обуви не рабочий а повседневный то что у нее 360 градусов крант-рант классический еще я это обувь взвешивал и получилось что эта пара весит ровно полтора килограмма 1500 грамм рабочий обувь весит обычно от 1600 соответствующего примерно вот такого же размера 1600 подошва да и нет английская но лично я не очень люблю эту подошву потому что она достаточно быстро стирается но вы знаете да и нет дэниту рознь возможно они заказали хоть резиновую смесь которая лучше чем то которая продается в розницу для ремонтных работ и вот на примере этих вот двух полупар я бы хотел показать некоторые различия между обуви которая ближе к рабочей то есть вот это вот и обуви которая более ближе к обуви повседневной носки вот первое это узкая колодка то есть обычно рабочая обувь она немножечко пошире ну кроме того что эта полнота это личная колодка и полнота здесь очень такая большая у человека вот видите она значительно пошире во вторых облочки довольно частые мелкие вот такая вот это неудобно для рабочего быстро обуваться поэтому как правило это у рабочего не бывает они обычно пошире то есть вот реже блочки реже потом сходящиеся берцы вот здесь вот вы видите сходящиеся берцы на рабочие обуви как правило должно быть 15 ну как минимум 15 миллиметров здесь для того чтобы была возможность очень сильной затяжки потому что это же человек работает в обуви не дай бог он подскользнется упадет и оно должно быть очень сильно затянуто вот такая обувь не даст такой возможности обувь уже пока у которой есть это расстояние она даст такую возможность сильно затянуть и дело в том что со временем даже когда сильно затягиваешь растягивается берцы и они сближаются могут были сблизиться даже до конца то есть особенно если обувь испытывает намокание какое-то и так далее вот это второе это еще одно различие она еще одно различие это загибка конечно здесь загибка есть на рабочие обуви она не бывает и всегда все в обрезку делается и мелкий стежок то есть если вы посмотрите на стежок вот стежки здесь разные и примерно вот здесь вот три с половиной миллиметра наверное а здесь вот два миллиметра то есть почти в два раза стежки вот здесь вот шире вот и я считаю для толстых кожи это более рационально более широкие стежки вот нежели мелкие которые могут их действительно просечь эту кожу значит ну 360 градусов рант вот вы видите здесь 360 градусов вот здесь 270 это обычная для рабочей это обычная для оформленной обуви модель такая в общем-то модель в целом достаточно лаконичная и красивая стоимость ее я посмотрел на сайте у них англичан очень и она 320 30 что ли фунтов стоит ну и у нас ее можно купить где-то за 12 за 15 тысяч на рынке вот и в целом если выбирать например между какими-то рабочими моделями если вы покупаете например какие-нибудь венга вски или че чипа какие-нибудь такие вот ботинки за их цену настоящую полную да то все таки я считаю что вот такие вот будут более привлекательными если у вас достаточно такая средняя нога без излишней полноты без излишней ширины то я думаю что это даже более такой лучший вариант почему я так считаю но во первых здесь все из кожи то есть если вы берете тот же вольверин там или еще что то то у него всегда вот это вот кож картон здесь вот кож картон вот это вот английская добротная кожаная скажем так обувь кожа chrome excel американская что то что это не различается вот внешний вид у этих конечно более более аккуратный то есть за ту же сумму фактически даже можно чуть дешевле вы можете купить вот такую пару нежели там кинтера двинк что-нибудь ну вот в общем то я думаю в об этой об этой паре вы уже знаете все все фирмы это старинное известное качество у них хорошая стабильная но видно понять что обувь сделана аккуратно и урез также в отличие от американской рабочей обуви вощеный то есть там просто закрепителем уреза лаком обрабатывать кем-нибудь бакелитом и все а у английского вы то есть у них еще есть одна операция вощения рант еще ващат то есть он будет более стойкий к воздействию внешней среды ну на этом об этой паре все и мы сейчас будем снимать ролик о новой кожи нашего городского предприятия роскош проман вот и тогда я вам об этом расскажу с этими ботинками повторяю модель называется gero всего доброго до свидания и бог в помощь